Интернет и мобильный телефон дают возможность учиться школьникам в прифронтовых районах Украины. Тысячам детей в этом году не удалось сесть за парты в родных школах. Сотни учебных заведений разрушены российскими снарядами. Есть районы, где даже наличие в школе убежища не гарантирует безопасности детей. Новый учебный год для 9-летней Тони начался по традиции. 1 сентября. На первый урок девочка надела вышиванку, подготовила учебники, тетради, ручки и мобильный телефон. Ведь в прифронтовом селе Покровская, Николаевской области, где живет девочка, обучение будет проходить дистанционно. Ну да, я рада. Я рада вернуться в школу, но если бы не было войны, я бы еще больше была рада, потому что я соскучилась и за учительницей, и за своими одноклассниками. Покровская находится всего в нескольких километрах от линии фронта. Здесь постоянно слышны взрывы. Когда здесь рядышком пришло, то я боюсь. Я прячусь, на пол ложусь. А когда где-то далеко, я не боюсь. Уже привыкла. Очень волнуюсь. Я никогда не видела, чтобы мой ребенок так боялся. Вот когда приходила, старшая плакала. Меньше еще все равно, она не может понять. А старшая плакала. И стекла повылетали, и все это слышно. А пока он-то не научится онлайн, Андрей, глава семейства, хлопочет по хозяйству. О, это уже выпустили русские. Вот пришло, видишь? Вот уже ближе, ближе к селу. Уже где-то возле кладбища легло. Вот упало вчера здесь. Стекла побило. Мы уже ждали. Здесь нет покоя. Полетела, видишь? Но несмотря на близость российских позиций и обострение ситуации вокруг, родители Антонины говорят, выезжать не планируют. Конечно, переживаю, но мы не показываем никакой паники. Успокаиваю их. Другого выхода нет. У нас хозяйство. Мы его не можем просто бросить и убежать. И некуда. У нас осталось две коровы и теленок. Ну сколько нам дадут? Тысяч 15. А дом, чтобы купить, не меньше 100 тысяч нужно. Тем временем Антонина надеется, что интернет не подведет. И хотя бы так она сможет учиться и общаться с одноклассниками. И во время уроков не придется прятаться от российских обстрелов в подвале.